Музыка Итак, приключения продолжаются, дорогие друзья Наконец-то Аладдине вернулась со всех мероприятий И вот она, вот она Здравствуй, дорогая Привет, мой хороший Рассказывай Только голос О чем этот наряд? О чем этот наряд? Ни о чем Просто встречаю тебя Прекрасно В таком наряде встречаю просто тебя Какие новости? Мы не виделись с нескольких месяцев сестра Что происходит, дорогая моя? Да, ой, слушай, у меня что-то так все стремительно Я даже не знаю Вот я сегодня сидела дома, просто сидела дома И мне уже три предложения Первое, значит, возьму Вячеслав на Музфильм Съемки 11 декабря 11 декабря Всероссийский конкурс юной красавицы Делаем сейчас Сейчас я тебе покажу Так, покажите мне, пожалуйста Дайте мне посмотреть платье, Говинда Так, стоп Ты не видел самое главное Да, да Выбери отсюда сейчас На секундочку Говинда, пойдем сюда Скажи нам платье Говинда Позови, пожалуйста Позови, пожалуйста Моя дорогая, ну позови, пожалуйста, Говинду Девочку, позови, пожалуйста Говинда, а что сюда тебя зовет? Аладиня Аладиня Как прекрасно Аладиня Какие образы ты создаешь? Это просто мистерие Это мистерие Мы сделаем сейчас детскую коллекцию Ты не поверишь Так, принесите мне маски Даня, принеси маски, пожалуйста Все шуршит в Аладине Все вообще Как ты все успеешь? Даня 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 Принеси маски А они хорошо есть? Нет, не коровы, а другие маски принеси Какие? Ну вот такие разноцветные Эти? Да, да Нет, маски другие Но маски вот Настоящие маски Слон, что ли? Ну давай слонами Дорогие друзья Мы с вами попали В самое что ни на есть В закулисье В портал В закулисье В портал, да Так, заходи туда Заходи туда Я заходи? Ну да, поздравляйте Здесь флюоресетная краска Давай Заходи ты Заходи ты Посмотри, как это сейчас светится Это светится? Да, да, да Светится Наверное Ну вот А вы здесь загородились Нет, нормально Хорошо Но чтоб не совсем ярко было В полотне И тогда получалось Ловише все Ну, видно, да Просто в зеркало Все видно? В зеркало я вообще не А, в зеркало Если убрать руку Берите вот Видите, как вы Ну да Ну да Вот так Ну смотри, как у них художник Вообще удивительный Уникальный Смотри, как он В детскую коллекцию делал Вот сюда снимаем Да На камеру В камеру О чем Оладине Расскажи О чем эта сказка Ну, слушай Ничего не буду пока рассказывать Надо будет прийти на показ И посмотреть Еще рассказывать вам здесь Ничего пока рассказывать не буду Я уверенном Эта маска будет Впереди А другая Сзади И моготип будет Один мой А другой художник Сзади Вот покажи, как будет Это маска Какая? Ну покажи Одна Нет, ну не так Ну одна впереди А другая сзади Ну фереди и сзади Ну ну как бы Покажите как будет Вот так это будет А теперь повернись А вот нельзя их одеть Просто одеть Достегай Одень маски как? Тут нет уже веревочек. Одень вот это. Вот это одень, а второе на ту. А я приняю. Вот и все. Смотрите, как это. Вот так вот выйдет человек. Сначала дойдет до конца подниму, а потом перевернется и будет другой человек. Здесь будет на платье логотип мой, а с другой стороны будет логотип у художника. Слушай, какие вы девчонки все-таки изобретательницы. А у нас будет платье 2 метра. С вами не соскучишься. Смотри, у нас будет платье 2 метра 30 сантиметров. Мы уже его отрисовываем. На ходуле выйдет. Человек выйдет на пути, на ходуле. А другие модели будут ехать. Ну покажите. Все, мы в платье не вскрываем. Все, выходим отсюда? Нет, нет, стоп, 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 стой. Мы сейчас покажем. Превосходно. Мы сейчас картины покажем. Как я рад, что до вас доехала наконец-то. Показывайте. Нет, все увидите, все увидите, покажите. Это детская коллекция. Вот такая детская коллекция у нас сейчас нумеруется. Ну как платье сделано. Нет, это будет платье. Это холсты пока, да? Ну да, это холсты с кружевом. Кружево, между прочим, очень на работе. С кружевом сделано. Это детская платье. Отлично. Индийская тема, коровы, да? Вот уже платье готово. А кто это, рукодельницы? Ну, мы совместные порчицы все делаем. Вот Гаринда художница. Нет, это как просто, как... Нет, это не так. Это просто, но еще не так. Это не так. А портреты Гаринда рисуешь? Как пончо, как пончо. Я очень люблю, да? Портреты не очень любишь, да? Вот это больше тебе нравится. Ну, это детские рисунки. Вот здесь, вот детей будем делать. Вот так. Да, вот так вот, держите. Ну, Кричу. Ну, Аладинь, ты вообще развиваешься не по дням, а по часам. Растет твой детеныш прям... Вомбически, да? Мегагалактическими масштабами. Каков план захвата Кремля? Ну, слушай, ну, чего вы захватываете? Ну, я имею в виду, вот ты проводишь мероприятие там? Ну, я проведу, только не в этом году точно. Не в этом, да? Ну, потому что не приедет королевская семья-то. Не приедет, потому что, ну, потому что этот ковид. Вот. Ну, меня зато пригодили во Францию. Я въеду в Канны. Будет у меня там шляпная коллекция. Ну, пройдите. Ну, шляпа у меня, конечно, потрясающая сейчас. Слушай, ну, выглядит бомбически просто, конечно. Просто бомбически. 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 Да, да. А, вот еще вот это вот. Не менее бомбическое было. Ну, только тогда может и платьице будет. Театр мистерии. Слушай, ну, что с управляющим? У тебя есть управляющий? Менеджер? Ну, пока нет. Что у тебя происходит? Тебя приглашают на корпоративы, чтобы развлечь всяких... Нет, я не собираюсь Толсосумов развлекать. Я прихожу только в эти, как называется, в посольство. Я могу прийти, ну, как в международные какие-то проекты. Ну, подожди, за миллион долларов в благотворительном взносе что-то не готовы? За миллион долларов в благотворительный взнос я поставлю платье на аукцион в Англии. Так. И вот там я как раз получу этот взнос. Угу. А так театр, мистерия. Ну, пока театр, да. Угу, угу. Ну, потрясающе, Аладдин. Тебя просто прет и прет. Молодежный... Не на шутку. А? Нет, а вот шляпу покажи лучше. Вот серый такой. Вот отсюда вот достай шляпу. Сейчас, с другой, рядышком, рядышком. Слова. Да. Вот там шляпка. Уникальная совершенно женщина. Модель стоит на гвоздях, что только не делается своим телом, просто уникальная. И очень, и очень классная модель. Иди мне, ты мне поможешь. Да, да. Давай-ка, челку-челку. Давай, чуть подойди, а то мы с тобой сейчас врежемся в эту лампу. Угу. Так. Так. Так, ну вот такие вот шляпы мы сейчас делаем. Вот в Канны повезем вот эти шляпы. Туда вы идите, чтобы свет освещал. А? Туда было. Как вы. Угу. Так, так, так. Да. Аладдин, можешь читать стихотворение? Тебя хорошо слышно? Ну, как? Ну, давай, ладно. Красота завораживает сознание. Нитью продольной и поперечной соткана ткань мироздания. Его узор вечен. Мандалы вселенных пылью космической застряли в этом покрывали. Жизнью и смертью перелив шелка мерцает. Душами, бисеринками, расшиты кайма полотна. Ткань умна. Она поет его имена. А что там за музыка? А, ну, поможете, выключи, пожалуйста, музыку, а, Говиндушка? А что за музыка-то? Все, да. Красота, красоти. Ну, вот еще вот такая шляпка есть. Аладдин, мимоходом расскажи про джиганаты. Что это за... А-а-а. Постоянно у тебя на показах. Джиганат – это божество из джиганат-капури, подаренное вообще просто... Вы знаете, это не... Это такое божество, это талисман вообще не только моей коллекции, но и всей моей жизни. Вообще белые люди даже не могут пройти в храм Джиганатхи. Божество из джиганат-капури, которые не могут пройти в храме, которые не могут пройти в храме, которые не могут пройти в храме. Извините, вы с дороги. Да, все с дороги. А я просто спала. Подожди. Все ровно-ка. Дайте мне тоже покажу. А вот, который я тебе дала. Из Питера, в Москву, с Москвы, в Питер. Да. Сейчас еще одну шляпу. У вас даже есть, да? А? Так в храме. Да, да. Но не котелок, это... А, это шляпа. Это шляпа. А, а вот еще одна шляпа. Снимай ту. Сейчас еще. Владимир, ну для всех женщин, конечно, этот сюжет просто подали. То есть, общение с тобой. Ты увидишь, что это такое творчество. В целом, что она есть в полном отрыве башни. Да, это точно. Ни в чем себя не ограничивая. Ни в чем себе не отказывая. Да, мы вот такие. Так, пока все, собственно? Да, все. Все, давай раздеваемся. И пойдем пить чай, есть чай, 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 чай. Все, я устала уже. А, я подъезжаю, я думаю, что я буду работать в родах. Я поеду сейчас в воскресенье, я тебе все работаю сейчас. Да, ну, я даю книжки. Да, хорошо. Так, рассказывай. Ну вот, смотри, у меня прям в гостях художница, просто невероятная девочка. Просто, ну, я не знаю, даже бомба. Это даже надо просто смотреть и все ее работы. Ну вот, пожалуйста, любуйтесь. Подкушка, 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 подкушка. Да. Тут под письмин. Я такой... Да. А что, за художником говорят его работы? Ну, посмотри, целые миры вообще. Это... И вот в таком ключе будет вся прописана детская коллекция, прорисована. Посмотри, какие работы. Просто, просто уникальные. Да, посмотри, какие. Так, они в два раза больше. Это принты, а оригиналы в два раза больше. Такие. Да. Смотри, какие. Посмотри, какая красота. Техника, акварель, черная тушь, цветные карандаши. Техника, акварель, черная тушь, цветные карандаши. А у нас там морковный сок и ертся. Рекой. Рекой. Смотри, как в твоей тренировке. Ты видишь, какие это работы? Это уникальный совершенно, художник, уникальный. Просто мир восторженного ребенка. Вот она так живет. Она живет с этим. С этой красотой живет человек. Слушай, ну следующий шаг – мультипликация. Нет, следующий шаг – кино Ромаин. Ну, мультипликация тоже. Нет, ну, кино Ромаин – это же моя миссия на этой земле. Никогда не верится. Еще счет кино Ромаин. Кино Ромаин – это моя миссия на этой земле. Мультимедийный проект. Сейчас просто идет такое, как бы, собирается команда талантливых людей, которые будут этот фильм делать. Вот и все. Ну, я надеюсь, я вхожу в число твоих. Ну, конечно, однозначно совершенно. Ну, а куда ты денешься, брат космический? Куда ты денешься-то? У нас будет остров в Камбодже, и мы там будем снимать кино. Это так сейчас смешно смотрится, это будет на самом деле. Согласен, согласен. Марго там уже пять лет стережет с площадкой. Ну, да. Ну, посмотри, какая красота. Ну, как это? Очень красиво, согласен. Очень залипательно. Это весь мир такой, понимаешь? Внутреннее состояние у человека такое. Вот так он живет, вот с этим совсем. Согласен. Ну, читай стихи. Нет, она сама пишет. Она под своей работой, у нее свои собственные стихи есть. Ну, принеси, прочитай какую-нибудь. Книжку, да. У нее книжка потрясающая со стихами. Сейчас она принесет. Принесет, и ты ей... Ага. Что ты можешь сказать про рай на земле? Ну, на земле рая нету. А мы можем его сделать? Ох. Разве не в этом замысел создать? Нет, не сделать рай на земле. Зачем рай на земле? Рай, он есть на небесах. На земле должно быть совсем по-другому. Что? Люди должны жить на земле по-человечески. Хотя бы. Вот книга. Рай, там, знаешь, какие... Давай, давайте. Ну, только сейчас, когда будет книга, давайте, вот, верю в воду. Так, что же книжечки? Вот книга. Стихов. Поэзия «Я на небе». И «Я на небе». И «Я на небе». Вот тебе про рай как раз. И «Я на небе». «Я на небе». Только она на земле. Давай, слушайте. Ну, вот это один прочту, да? Можно и не один. Так, сейчас какой-нибудь концепт хороший. «Почему» называется. Утром на крыше сидя, средь теплых капель дождя, Пятнышками усыпанных прямо возле меня, Я вдруг подумал простое, как линия карандаша. Что это жизнь такое? Какая она, душа? Ты, я и вот все живое, что самое ценное в них? Все искорки, лучики Бога, поплетаются строчками в стих. Какая душа, какая, без оболочек и снов? И почему взлетает до самого горла любовь? И бьется живая точка, и пульс, как пульс на твоей руке? И как разглядеть в многоточии послание тебе и мне? И как полюбить молчание, и наблюдать глубину, и пережить отчаяние, и не сказать никому? Вокруг расплясался дождик, так вовремя в такт слезам. Я подожду ответа, я должен понять все сам. Ну вот тебе все ответы на все твои вопросы. Вот в этом маленьком, небольшом, хотя уже большой сборничек, там есть все ответы на все вопросы. Их можно даже не задавать. Давай еще одну стих. Еще один? Да, конечно, еще одну стих. Еще один. Вот это флюоресантные краски по тканям. Вот такую мы делаем коллекцию замечательную. Давай. Называется «Воздушный шар». Чтобы что-то понять в этой жизни, нужно сделать воздушный шар. И зависнуть над миром с мыслью. Всем спасибо, теперь буду сам. И висеть в перепутьях ветра, тихо-тихо скаля над землей, с каждым следующим километром, за ответом «Кто я такой?» Суету, эти страсти, кони всех желаний, заблудших в пути, с высоты отпуская на волю, понимаешь, что это не ты. Только вспышками очарований кое-как этот мир хорош, а потом уже разочарований в украшении бусинок слез. Ты, наверное, поймешь одинокость наблюдателя в этом пути, где по правилам око за око никогда не покинешь игры. Там, качаясь в большой корзине над причинами грусти дней, станешь мудрым искателем жизни за порогом иных дверей. Там, прищурившись в солнце, слезы, чище, слаще, чем все до сих пор, будут падать, как эти грозы, заслонившие свет собой. Не печалься, все ищут счастье, но, наверное, ищут не там. Чтобы что-то понять, возвращайся. Возвращайся на землю к нам. Вот ты говоришь, что в райские планеты. Вот тебе в райские планеты. Это, знаешь, когда один из людей спросил у Бога, показать ему, чтобы тот показал ему ад и рай. И вот они, Бог заводит его в одну комнату, и там сидят люди за столом. У него длинные руки, они пытаются что-то съесть. У них не получается, и они подкидывают эту еду, они не попадают в рот, кто-то падает голодным обмороком. Ну, все друг на друга злятся, сердятся, расстраиваются. И они заходят в следующую комнату. Сидят те же самые люди, с такими же длинными руками, только они все счастливы, потому что они кормят этими руками друг друга. Вот тебе ад и рай, понимаешь? Вот там на земле может быть и ад, и рай, понимаешь? Если мы пытаемся запихнуть все в себя, то это ад. А если мы раздаем другим, то это рай. Вот и все. Природа души дающая. Природа души дающая и жертвенная. И сияющая. И если мы жертвуем частицу своей души другим, то мы и получаем. Слушай, сколько ты времени на это потрогаешь? Да, это только часть маленькая. Это лишь малая часть. Это маленькая часть. Ну, их много-много. Много-много. Она рисует каждый день. Много-много. А на чем рисуешь? Ну, это на акварельной бумаге, акварельную. А потом это фотографии? Это принт. Принт. Да, это принт. Просто оригиналы берегу, чтобы не таскать видео. Уже потрепались. Ну, понятно, понятно. А это есть в оцифрованном виде это все? Да. Где? Ну, вот у меня. У тебя сайт есть? Ну, как бы сайт такой просто. Ну, там эти все картинки представлены? Ну, скажи, адрес какой? Ну, нет, я адрес не скажу. Я могу сказать ВКонтакте. Ну, подождите, подождите, уберите. Еще есть работа. Давайте еще посмотрим. Посмотрите. Посмотри, какая работа. Да, он тут не козырный выбрал, конечно. А ты не видишь вот эту? Подождешь? Да. Вот эта работа. Сейчас, секундочку. Да, такие мультяшные персонажи. Нет, нет, ты сюда. Ты что-нибудь убрал это? Смотри, какая работа. А вот и Джигана, наш любимый. Ну, ты рад, что ты ко мне приехал в гости? Конечно. Что ты? Так долго ждала аудиенции. Да ладно. Слушай, ну меня мотает. Я то в Турции, то в Сочи, то еще куда-то, то еще куда-то. Я все понимаю, я все вижу дистанционно с тобой на связи. Вот. Смотри, какие работы уникальные совершенно. Представляешь, какая будет бомбическая детская коллекция? Дети просто вообще будут просто в сказке. Ты представляешь, вот это платье 2 метра и 3 на ходулях. Будет идти сказочный персонаж вот в таком платье, вот с такими рисунками. По лестнице, поднимаясь на небо. Целый мир, целая философия, целая вообще просто нереальный взрыв красок. У нас тоже вот приехать, сегодня просилась женщина интервью взять. Говорит, я так мечтала давно. И когда я узнала, что она у тебя, я, говорит, так счастлива, так рада. Ну, так. Слушай, я перепутала немножко, это же... Вот, ну все. Вы стиховали не еще. Я стих? Да, давайте. А нет, лучше может быть выезд. Нет, давай ты. Давай ты, я потом, может быть. Так, сейчас. Ой, он вот такой. Я бы катала новые, тут все старые. Ладно. Все, я сделаю. Какая-то долгая. Это еще стих. Сейчас я найду какой-нибудь. Ну, вот и книжка тоже вся в таких рисунках удивительная. Ну, такой простой. Раствориться в меде солнце, взмахи ветра, облаках. Голубым по-голубому этот день нарисовать. Попросить у неба красок, у реки воды без дна. Чтоб уже не возвращаться на планету никогда. Раствориться до последней точки атома души. Так кончаются когда-то у детей карандаши. Был и нет. Истерт, развеян, как песок сквозь пальцы рук. И уносит быстрый ветер, имени короткий звук. Пусть останется планета, так же нарезать круги. Что-то есть, что тебя нету. Все одно. Душа. Леди. 108-я стрельница, кстати. Была открыта нечаянно. Так, перерыв. Да, перерыв. Кухонная синергия. Да, давайте. Вот сейчас мы налили морковный сок, видите? И теперь мы подходим. Вы знаете, что у меня дома, что у меня дома есть священное дерево тулуси. Это из Индии. Вообще, на самом деле, здесь оно не растет. Поэтому у меня здесь вот такая лампа. Видите, какая? Для того, чтобы было, ну, как бы замена некое такое солнце. Да, чтобы было такое освещение. Вот. Но у меня цветет на самом деле. Идите, посмотрите, как цветет тулуси. Видите? Какие цветочки маленькие. Вот так тулуси цветет. А его значение? Тулуси – это священное дерево. Вообще, на самом деле, считается, что Господь не всегда даже пребывает в божествах, но всегда пребывает в священном деревце тулуси. Вот. Поэтому мы кладем маленький листочек тулуси, потому что Господь не принимает ничего без тулуси. Мы кладем вот сюда, в морковный сок, если мы хотим что-то предложить. Здесь у меня стоят божества. Вот у меня есть такой колокольчик. Вообще, на самом деле, для начала… Принеси, пожалуйста, водички. Сейчас, секунду. Алло. Вот смотрите. Для начала я просто беру и вот так вот ополаскиваю руку водичкой. Видите? Вот так ополаскиваю. И беру в правую руку, беру колокольчик. Сейчас другую возьмем. Это как-то звенит не очень. И читаю мантру на санскрите. ГУРВА ПЬЕШТАСУ ПУРУКАМ ГУРУ ГАНАЙ РАШИШАСАМ ПУШИТАМ ЧИНЧЕ ЧИНЧЕ САМАСТАВЕДАНИ ПУНАМ ШРИ РУПА ПАТХАНУГАМ ГУВИНДА ПХИДАМ МУДЖВАЛАМ ВАРАТАНУМ БАКТИ АНВИТАМ СУНДАРАМ ВАНДА ВИШВА ГУРУНЧАДИВИ БАГАУТ ПРЕМНАХИБИЧУ ПРАДАМ ГИДАМ НАИВИДИЯМ САРВАМ ГУРУ И САМАТПЫВ ГУРУ И САМАШИУДАМ ГАНА й вИЧЕМ ГУРУ И САМАШИЕМ САМА ГУРУ И САМАШИСАМ ГУРУ И САМАТПЫВ Вот такие мантры я читаю, прежде чем. Ты скажешь, на территории России это нормально, не запрещено все? Мы в рамках действующего законодательства. Конечно. А что должно быть запрещено? Читать на санскрите? Санскрит – это самый древний язык, который существует на Земле. И вообще, на самом деле, в санскрите очень много слов русских. Русские веды и индийские веды очень похожи. Даже само слово «ведать» – это и русское, и индийское слово. «Ведать» – это значит знать. Название Джаганат – это же ты придумала, скажи, пожалуйста. Ну, не я придумала, я просто предложила. Потому что мне было подарено это божество Джаганат Хапури. И поэтому, когда встал вопрос, как назвать ресторан вегетарианский в Москве, то я сказала, давайте назовем Джаганат. Ну, и утвердили это название. И теперь вот сеть ресторанов на самом деле. Сеть ресторанов Джаганат, их уже 8. Ну, правда, сейчас демонтировали, по-моему, даганки из этого ковида. Вот. Ну, в общем. Так, значит, мы морковкой, морковным соком божества покормили. И можем дальше приступать. Да, все. Дальше следует. Да. Дальше будем кормить следующим блюдом? Нет, все. Мы уже это предложили. Считается, что это пища уже предложенная. Все, мы доделываем ее. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Мне надо вафлюр снимать. Пошли вафлюр. Давай, включай. Так. Ну, кота. Покручай. Сейчас повернись справа. Ага. Да. Наквари голову. Ага. Ого. Прекрасно. Священное детство. Все, мне кажется, это... Спасибо. Спасибо.